Здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте дорогие коллеги, здравствуйте студенты. Я вам представляю открытый урок программирования на объект. Работу выполнил у Карилова Сергея Ивановича, Одинцовский технику. Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно использовать межпредметные связи, в частности математику и программирование, и сделать некоторые демонстрационные программки, превращая круг и квадрат в движущийся объект. Я хочу вам рассказать задачи урока, обучающие, развивающие и воспитывающие. К обучающей задаче мы будем отнести закрепление и обобщение систематизацию знаний по изученной теме. К развивающей это навыки практического применения языка разметки для решения задач по графике, которые, в свою очередь, будут формировать компетенции, в том числе 0.2, 0.3, 0.4, 0.6. И воспитательная цель задач урока – это повышение мотивации студентов путем решения нестандартных задач графики. Следующее – это формирование творческого подхода к решению задач. И следующее – это воспитание духа здорового соперничества, дружественного отношения друг к другу. Для использования непосредственной работы нужно нам использовать Visual Studio. Критериями успеха работы – это будут все обучающиеся, большинство, которые будут иметь информацию, будут записывать на персональный компьютер в программу Visual Studio, используя при этом языки, теги, языки разметки. Большинство обучающихся смогут использовать полученные знания не только в стандартных условиях, но и в других ситуациях и правильно ими пользоваться. Некоторые обучающиеся смогут проанализировать данную информацию, сделать выводы и закрепить знания на практике. Смогут разрабатывать индивидуальные решения на темы предложенных задач. Активные и интерактивные методы обучения – это словесность, наградность, практичность, интерактивность. Эти все методы будут здесь у нас присутствовать. Мини-лекция и просмотр презентации, видеоролика – это тоже у нас есть. В конце концов, индивидуальная работа с выполнением заданий – это тоже у нас есть. Основные понятия – это, естественно, знание тегов и процедура их построения. Учебно-методические обеспечения – это персональные компьютеры, проекторы, мультимедиа-презентация, раздаточный материал, ну и, естественно, учебники информатики базового уровня. Организационная структура урока будет представлять собой организационный момент, мотивацию учебной деятельности, актуальность знаний, выполнение заданий по пройденному материалу, подведение итогов с выставлением оценок, ну и рефлексия. Будет предложено студентам вычислить индекс удовлетворенности урока. В частности, домашнего задания – это выполнение подобного задания только с использованием треугольников и многоугольников. Для этого нам нужно открыть Visual Studio и создать файл, в котором мы будем работать. Сначала нам нужно прописать контейнеры, в которых мы будем укладывать объекты, их цвет и те данные, данные, построить программу, которая будет выполнять некоторые действия. После создания контейнеров мы прописываем теги и уже можем совместить геометрические фигуры, цвет и скорость. Ну вот, в данном случае я вам уже набросал здесь некоторые программки и передаю слово своей паре. Прошу, Даня. Здравствуйте, дорогие студенты. На данном слайде вы можете увидеть весь целый код, в котором уже как раз представлены квадраты, которые будут выглядеть в виде круга и превращаться обратно. Я хочу вам показать, что с помощью данного кода как раз и будет проходить в себя трансформация. То есть я разделил это все на 5 блоков, которые будут делиться по фронтсетам. Если мы рассмотрим каждый блок отдельно, то мы сможем увидеть то, что превращение будет создаваться сначала из квадрата, а потом по каждому углу он будет обрезаться и превращаться в круг. Хотел бы вам представить это уже в виде готового объекта. То есть вот так вот наши квадраты начинают крутиться и создаваться в кружочке. Так, что мы можем увидеть на данном коде? Конечно, то, что здесь блок кодирования происходит из состава различных материалов. То есть сначала идет создание квадратов, потом превращение уже в что-то похожее более на круг, и как раз уже полностью все это превращение. По окончании данной работы мы можем увидеть вот такой вот огромный цельный код, который можно будет в будущем менять и создавать под себя. Спасибо за внимание. Ну, в качестве подведения итогов хочу вам сказать, что работа выполняется поэтапно. То есть сначала мы с вами формируем два обыкновенных квадрата, затем следующим этапом их раскрашиваем в какой-либо нравящийся нам свет. Затем начинаем убирать углы одного квадрата и другого. Убрав один угол, мы эту программу повторяем, убирая второй угол. Посредством удаления углов он превращается в окружность. То есть символизируется, уборка углов символизируется с вращением некоторого квадрата. На самом деле квадраты не вращаются, а реально убираются только в углу. Поэтому для того, чтобы использовать данную программу, в презентации написан код поэтапно, его можно разобрать. Таким образом, изучив сразу несколько тем. Задание формата математических фигур, создание различных программок в написании кода HTML. Вот в основном и все. То есть работа заканчивается тем, что вы научились выполнять геометрические фигуры, программировать, красить их в различный цвет и демонстрировать конец программы, то решение, которое хотели в самом начале представить. Ну, теперь можно сесть за компьютеры и попробовать все это сделать поэтапно. Спасибо. Прошу за компьютеры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...